Один из самых невероятных рассказов относится к желтому алмазу, вещи знаменитой в летописях Индии. Стариннейшее из преданий гласит, что камень этот украшал чело четверорокого индийского бога Луны. Вишну повелел, чтобы лунный камень охранялся тремя жрецами день и ночь до скончания веков. Вишну предсказал несчастье тому дерзновенному, кто осмелится завладеть священным камнем и всем его потомкам, которым камень перейдет после него. Уилки Коллинз «Лунный камень». Вообще сюжет священного камня, на котором лежит проклятие богов, это не изобретение писателей-романтиков. Эти рассказы передавались из уст в уста и попадали в книги и дневники на протяжении нескольких сотен лет. Их связывали с несколькими знаменитыми драгоценностями. Рассказывали, что эти драгоценные камни были якобы похищены алчными европейцами из каких-то экзотических храмов, где они служили украшениями статуй богов, очень часто их глазами. И из-за того, что этот камень был похищен и храм был осквернен, на камне лежит проклятие соответствующего бога, и все это еще сопровождается местью жрецов. Подобные истории ходили как в литературе, так и в исторических анекдотах по поводу нескольких знаменитых драгоценных камней. К примеру, так называемый пурпурный сапфир Дели, он же звезда печали, до того достал своих владельцев, что его однажды выбросили в лондонский Риджинс-канал, несмотря на его дороговизну и красоту. Но он умудрился вернуться оттуда в руки людей и исправно портил жизнь своим обладателям на протяжении нескольких десятилетий. В конце концов его подарили лондонскому музею, где был сделан анализ и выяснилось, что это не редкий сапфир уникального цвета, а довольно банальный аметист типичного оттенка. После чего проклятие богов испарилось само собой. И подобные истории рассказывали о многих камнях, начиная с Кахенура и кончая Черным Орловым. И за сотни лет эти истории порядком поотрепались, и когда в начале 20 века Иркюль Пуаро слышит очередную байку о двух алмазах-близнецах, которые были глазами каменного идола и были похищены в рассказе «Приключения звезды Запада», Пуаро уже, конечно, не верит всем этим россказням. И мы знаем, что этими рассказами прикрывалось мгновенное мошенничество. Но сегодня я вам расскажу о судьбе одного из самых знаменитых проклятых драгоценных камней, чья биография тянется от обезглавленных французских королей до Титаника. Об алмазе Хоупа. Алмаз Хоупа не является ни самым большим, ни самым дорогим драгоценным камнем, но это знаменитый камень с длинной биографией. Он появился на исторической сцене еще в середине 17 века. Он был вывезен из Индии знаменитым французским путешественником и торговцем драгоценными камнями Жаном Батистом Тавернье. Этот Тавернье был вообще уникальной личностью, который достоин отдельного рассказа. Он совершил шесть больших путешествий в Индию и в Персию. Он написал книгу воспоминаний о своих приключениях, которая была бестселлером во Франции в 17 веке. О нем рассказывают массу анекдотов и легенд, которые невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что сведения о Тавернье происходят или из его собственных уст, или это отрывочные анекдоты. К примеру, о Тавернье рассказывают, что он умер в России, и его труп был съеден в Шаме. Это было последствием проклятия, наложенного на Тавернье за то, что он украл огромный голубой бриллиант из индуистского храма. На самом деле Тавернье действительно умер в России, но он умер в почтенном возрасте 84 лет по дороге в Индию во время своего очередного путешествия. И это скорее говорит о том, какую полную и содержательную жизнь прожил этот уникальный человек. Синий алмаз Тавернье был великолепным 115 каратным, это около 23 грамм, алмазом неправильной треугольной формы редкого синего цвета. Этот холодный синий оттенок, который описывают как стальной и который в некоторых ракурсах придает алмазу почти черный цвет, придает ему включение атомов бора в кристаллическую решетку углерода, из которого собственно состоят алмазы. Включение бора делает синие алмазы чрезвычайно редкими среди цветных алмазов. К примеру, желтые алмазы, такие как лунный камень у Йелки Коллинза, гораздо чаще встречаются. Но реже всего встречаются красные алмазы, они в общем-то не встречаются почти никогда. Синие алмазы тоже очень редки, их цвет гораздо более холодный и менее насыщенный, чем, к примеру, у сапфиров, естественно, синих камней. Цвет сапфиров обычно гораздо более яркий, насыщенный, теплый. Сапфиры гораздо более декоративные камни, чем синие алмазы. Но зато синие алмазы крайне редки, это во-первых, а во-вторых, они обладают свойством под воздействием ультрафиолета светиться красным цветом. Они обладают флоресцентностью. Синий алмаз-таверне родился очень глубоко под землей более чем миллиард лет тому назад. Вы не ослышались, я не оговорилась. Скорее всего, этот алмаз был добыт на копиях Галконды, исламского султаната в Центральной Индии, который снабжал драгоценными камнями практически весь мир до самого XVIII века. Потому что до XVIII века Индия была единственным источником алмазов, а алмазных копий больше не находили нигде. В XVIII веке были найдены алмазные месторождения в Бразилии, что разбило монополию Индии на алмазы. А до этого все алмазы были из Индии. Знаменитыми галконскими алмазами являются также, к примеру, кахенур, который украшает корону британских монархов, орлов, который находится сейчас в вооружейной палате, точнее он находится в скипетре русских царей, который находится в вооружейной палате. По легенде, этот камень был похищен из храма Ситы, супруги бога Рамы, что, собственно, и вызвало пресловутое проклятие, которое Тавернье привез с собой во Францию. Тавернье продал синий алмаз королю Франции, Людовику XIV, который приказал перегранить его, и алмазу предали более правильную треугольную форму, при этом он потерял в весе, и он стал весить около 67 карат. И в этот момент голубой алмаз Тавернье превращается в бриллиант. Бриллиант – это алмаз, которому при помощи бриллиантовой огранки предана особая форма, которая выявляет все его положительные качества, весь его блеск. С этого момента его начнут называть голубой алмаз французской короны, или просто французский голубой. При Людовике XV этот алмаз станет частью большой драгоценности декоративного ордена Золотого Руна, который был сделан специально для короля. В этом большом гигантском кулоне, унизанном драгоценными камнями, тигр, сделанный из красной шпинели, как бы выдыхает огонь, который представлен синим алмазом. До того сильно было его свечение. В 1792 году, в первые годы террора Французской революции, когда королевская семья сидела под замком, группа неизвестных вломилась в королевскую сокровищницу и похитила практически все драгоценности французской короны, включая Орден Золотого Руна вместе с голубым бриллиантом. Интересно, что проклятие бриллианта от этого не исчезло, и Людовик XVI, и Мария Антуанетта потеряют голову на гильотине. Алмаз же исчезнет со страниц истории на 20 лет. Точнее, мы больше никогда уже не увидим французский голубой. Он исчезнет навсегда. В принципе, это довольно типично для крупных драгоценных камней, которые были украдены. Исчезать бесследно. Это не означает, что они были потеряны. Это означает, что их, скорее всего, подвергли маскировочные огранки. Воры, опасаясь разоблачения, или распиливают крупные камни и делают из них несколько мелких. Это вовсе не означает, что они при этом обязательно упадут в цене. Или они просто изменяют внешний вид камня, гранят его зланово, чтобы он становился неузнаваемым. И, по всей видимости, именно это произошло с французским синим. В 1812 году, то есть через 20 лет, в Лондоне всплывет массивный синий бриллиант овальной формы, весом в 45,5 карат. И это будет первое зафиксированное письменное свидетельство о существовании того алмаза, который мы называем сейчас алмазом Хоупа. Свинцовая модель бриллианта французской короны была обнаружена в Национальном архиве Франции в 2008 году. Ее сопоставление с алмазом Хоупа дает нам возможность достаточно уверенно сказать, что алмаз Хоупа был сделан из синего французского бриллианта. Их параметры очень хорошо соответствуют друг другу, кроме того, этот уникальный синий цвет делает их тождество практически неоспоримым. Хотя доказать этого мы не можем, также мы не знаем, каким образом французский бриллиант оказался в Англии, хотя есть несколько версий. Некоторое время этот алмаз, по всей видимости, был в собственности британского короля Георга IV. Мы этого не знаем точно, потому что Георг IV, в отличие от Людовиков, не имел манеры носить огромные бриллианты на шее на ленте. Мода была уже не та, и нравы были другие. Но к концу жизни этот король накопил огромное количество долгов. Этот алмаз был продан в счет погашения долга. Он был продан по-тихому через частные каналы. Его купил человек, который дал этому алмазу новое имя. Его звали Томас Хоуп. Хоуп был очень богатым человеком, и он был коллекционером. Но коллекционировал он не марки и не магнитики на холодильник. Он коллекционировал драгоценные камни. И синий бриллиант значится у него в каталоге коллекции. И синий алмаз переходил из рук в руки внутри семьи Хоупов до самого начала XX века. То есть практически весь XIX век. И он исправно наводил на их головы проклятие долгов, скандалов и семейных неурядиц. Ну или это был просто нормальный образ жизни верхушки загнивающей британской империи. Вам судить. В конце концов он был продан, опять же, в счет погашения долгов очередного Хоупа. По моим сведениям, он был продан за 250 тысяч долларов тогдашними деньгами, что составляет более 8 миллионов на современные деньги. Почему мы считаем эти деньги в долларах? Потому что он был продан американской ювелирной фирме, и алмаз Хоупа покинул Англию, покинул Европу и переехал в Америку. Эта ювелирная фирма покупала алмаз не для себя, они собирались его перепродать, но выяснилось, что это не так просто сделать. В течение нескольких лет они предлагали алмаз Хоупа всем богатым людям Америки. Никто не хотел его брать, не потому что он был проклят, потому что он был очень дорог, и американцы начала 20 века не очень знали, что с ним, собственно говоря, делать. Дело дошло до того, что эта фирма оказалась на краю раззорения, потому что они никак не могли реализовать этот камень, в который они вложили большие деньги. С большим трудом им наконец-то удалось спихнуть его тогдашнему султану Османской империи, Абдул-Хамиду. Но он купил его за хорошие деньги, за 400 тысяч тогдашними деньгами, за 12 миллионов нынешними. Но для Абдул-Хамида владение алмазом было действительно роковым, потому что трон под ним начал шататься почти сразу. И алмаз пришлось срочно перепродать за какие-то несчастные 80 тысяч долларов или 2 миллиона. В 1910 году алмаз Хоупа оказывается во владении Пьера Кортье, того самого Кортье, человека ювелирной фирмы. Кортье оправляет его заново в новую, более современную оправу. Это та оправа, в которой алмаз Хоупа находится сейчас. Кроме того, Кортье подвергает его незначительной перегранке, он слегка изменяет павильон, то есть основание, нижнюю часть бриллианта, чтобы сделать его более блестящим. И в таком виде Кортье удается перепродать алмаз Хоупа миссис Эвелин Уолш Маклин, восходящей звезде тогдашнего американского высшего света. В то время газеты уже вовсю спекулировали на тему проклятия, которое связано с алмазом Хоупа. При этом одни газеты кричали о том, что этот алмаз, безусловно, навлекает неприятности на головы его владельцев. И они публиковали целые списки людей, которые якобы были владельцами этого алмаза в прошлом и проблемы, с которыми они сталкивались. Другие же газеты опровергали эти слухи, говоря, что, во-первых, часть этих людей вообще не существовала в истории, а другая часть никогда не владела алмазом. В любом случае мы не знаем, откуда пошли эти слухи, но не исключено, что они начались с самими Маклинами до того, как они купили алмаз. Потому что в какой-то момент Маклины попытались отказаться от сделки. Они утверждали, что они только что узнали о проклятии алмаза, и они раздумали его покупать. Не исключено, что они просто пытались таким образом или сбросить цену, или, напротив, увеличить стоимость алмаза, как инвестиции в будущее. В любом случае, Кортье в конце концов продал этот алмаз миссис Маклин. И не будем забывать, что ее муж, Эдвард Маклин, был хозяином газеты Вашингтон-Пост. Эвелин Маклин была типичной представительницей американских новоришей начала 20 века, как из анекдотов, как из карикатур. Ее отец, ирландский иммигрант, был одним из тех легендарных старателей, которые разбогатели на золотой лихорадке. В тот раз это было в Колорадо. После знаменитой калифорнийской золотой лихорадки Америка пережила еще несколько золотых лихорадок, и в конце 19 века была золотая лихорадка в Колорадо, куда отец Эвелин отправился на поиски счастья, будучи без гроша. И ему удалось наткнуться там на огромное месторождение золота, и он выкопал из-под земли несколько миллионов долларов, что сделало его семью одной из самых богатых в Соединенных Штатах, а мисс Эвелин одной из самых богатых наследниц. В тот момент ей было уже 12 лет, что означало, что ни высокой культуры, ни большого образования у нее не было. Она была простой девчонкой, с хорошим характером, общительная, уверенная в себе. Она обожала деньги, она обожала танцы, развлечения, и она дала алмазу Хоупа достойную его жизнь. Он больше не скрывался где-то в сейфах и в сундуках инвесторов. Эвелин вывела его в свет. Она охотно носила алмаз на шее, в колье. Она также надевала его на шею своего дога, майка. Она устраивала среди гостей игру, когда вся толпа гостей носилась по ее огромному особняку и разыскивала спрятанный алмаз Хоупа. Мы все играли в эту игру. Мы лично обходились маленькой сувенирной матрешкой. Эвелин Маклин играла алмазом Хоупа. Один раз она так заигралась, что она на полном серьезе на некоторое время потеряла алмаз в своем особняке. Алмаз нашелся, когда кто-то из гостей попытался поставить пластинку на граммофон и почувствовал, что граммофон как-то странно себя ведет. И тогда миссис Маклин вспомнила, что она затолкала алмаз в держатель головки иглы. Эвелин с мужем совершили широко освещаемое путешествие в Россию сразу после Октябрьской революции, где ее с большим трудом отговорили прогулять алмаз Хоупа по улицам революционной Москвы, чтобы продемонстрировать местным, как капиталистический строй превосходит социалистический. Вообще, если бы на алмазе Хоупа действительно лежало проклятие, Маклины бы оттуда не вернулись, но они успешно завершили эту поездку и вернулись в Америку. Правда, после этого жизнь их пошла наперекосяк. Двое из их четверых детей умерли в юности, их сын ошибла машина, и их дочь, по всей видимости, нечаянно приняла слишком большую дозу снотворного. Эдвард Маклин в возрасте 41 года был госпитализирован в психиатрическую лечебницу, где он оставался до конца жизни. Их состояние пришло в упадок, Великая депрессия окончательно положила конец их благополучию, и тем не менее Эвелин отказывалась продавать алмаз Хоупа до самого конца, до самой своей смерти. Только после того, как она умерла, этот алмаз был продан, опять же, в счет погашения ее долгов. И он попал в руки Харри Уинстона, знаменитого американского торговца с драгоценностями. Винстон возил его на выставки, он использовал его для рекламных кампаний своей фирмы, однажды он даже использовал его в телевизионной игре. Игра называлась «Угадай тезку», и для этой игры в Америке специально нашли девочку, имя которой по паспорту на самом деле было Hope Diamond. Ее имя было Hope, фамилия Diamond. То есть по-английски ее имя звучало как Hope Diamond, алмаз Хоупа. В 1958 году Смитсоновский институт, это такая организация в США, которая ведает целой сетью, естественно, научных и художественных музеев, обратилась к Уинстону с просьбой подарить им этот алмаз, чтобы он вошел в национальную коллекцию драгоценных камней. И Харри Уинстон подумал и согласился, после чего он выкинул совершенно потрясающую штуку. Он не стал заказывать вооруженную охрану для того, чтобы отправить алмаз в Смитсоновский институт. Он положил его в коробочку, запечатал в обыкновенный конверт и послал по почте заказной бандеровлю. И поскольку он никому об этом не сказал, никто об этом не знал, алмаз благополучно дошел по почте до адресата. И с тех пор он является одной из звезд коллекции Музея естественной истории. Именно в этом музее было произведено исследование в 2008 году, которое подтвердило тождество алмаза Хоупа и алмаза французских королей. Того самого голубого алмаза-тавернье, который он то ли украл, то ли купил в Галконде в 17 веке. Когда Джеймс Камерон писал сценарий для фильма «Титаник», он построил весь сюжет вокруг поиска ожерелья со знаменитым синим алмазом, который назывался «Сердце океана», и который якобы златанул вместе с «Титаником». Этот алмаз по сценарию фильма когда-то принадлежал Людовику XVI, а потом он переходит во владение богатоамериканской наследницы. И после выхода фильма многие люди задавали вопрос, а существовало ли на самом деле это ожерелье, существовал ли алмаз «Сердце океана» и затонул ли он вместе с «Титаником». Нет, это ожерелье полностью выдумано, но оно как бы основано на ожерелье с алмазом Хоупа. Для съемок было сделано три ожерелья для реквизита. Они были специально заказаны в Лондоне, и сделаны они были не из алмазов, они были сделаны из очень хороших фионитов. Пожалуйста, не называйте фионит кубическим цирконием, когда вы говорите по-русски. По-английски это «Cubic Circonia», по-русски это «Фионит». Это искусственный диоксид циркония, который используется для имитации бриллиантов. Фиониты могут быть очень хорошего качества, и их практически невозможно без специального оборудования неооруженным глазом отличить от бриллиантов. Студия заплатила за ожерелье 9,5 тысяч, но если бы они были сделаны на самом деле из драгоценных камней, они бы стоили сотни миллионов. Хотя на самом деле трудно себе представить, что мы сейчас можем оценивать в долларах и для страховки, и держать в руках вещи, возраст которых сравним с возрастом земли. Драгоценные камни, бриллианты, рубины, изумруды могут иметь возраст в несколько миллиардов лет. Возраст земли, на которой мы живем, 4,5 миллиарда. Возраст алмаза Хоупа больше миллиарда. Алмазы существуют в совершенно другом историческом измерении. Их опыт несоотносим с опытом не только отдельных людей, но и даже всего человечества. Недаром в древности люди, которые не имели никакой возможности оценить возраст этих камней, тем не менее инстинктивно чувствовали их особенность. И они были уверены, что эти камни не от этого мира, что они пришли к нам из мира богов. И они считали алмазы или звездами, упавшими с неба, или застывшими слезами богинь. Это была история голубого алмаза французских королей. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Приветствую всех новых подписчиков на Бусти и Патреоне. Я надеюсь, вам будет интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.